Студенческий десант высадился в первом городском отделе полиции Одинцова. В этот раз на экскурсию пришли будущие юристы – студенты второго курса колледжа Одинцовского филиала Международного юридического института. Акция проходит совместно с общественным советом при окружном УМВД. Ребята с искренним интересом слушают полицейских и задают им вопросы. Такие десанты у нас бывают часто. У нас ведутся около тысячи людей. Тысячи человек мы сразу привезти не можем. Поэтому мы частями приводим людей и, конечно, они, приходя уже с музея, приходя с этого помещения, они другими глазами смотрят на сотрудников правоохранительных органов, на сотрудников, прежде всего, охраняющих общественный порядок. Ксения пришла, чтобы окончательно определиться с выбором своей будущей профессии. Раньше сомневалась, куда идти – в уголовный отдел или в криминалистику. После общения с полицейскими поняла, что остановиться стоит на втором варианте. Все-таки, как сказали, что это более спокойная работа, что нет никаких напряжений, именно эмоциональных, основных. И, ну, именно то, что как бы как развитие идет все равно какое-то, то, что ты там что-то новое узнаешь и самосовершенствуешься при работе. Связать свое будущее со службой в полиции планирует и Никита. Он пришел на экскурсию, чтобы познакомиться с особенностями этой работы. Из всех направлений ему наиболее близка и интересна деятельность оперативников. Достаточно интересная работа. Ты занимаешься общением с людьми, ищешь, так сказать, какие-то… Ну, не ищешь, а занимаешься делами, раскрытия дел, помогаешь людям. Ребята увидели, как работает дежурная часть, пообщались с участковыми уполномоченными полиции, посетили музей Одинцовского ОМВД, узнали о различных направлениях деятельности полицейских и смогли задать вопросы действующим сотрудникам. А в завершении экскурсии самое интересное – знакомство с содержимым боевого чемоданчика-криминалиста. Студентам показали дактилоскопические порошки и карты, бахилы и перчатки, специальные линейки и кисти, а также другие необходимые эксперту вещи. Наталья Гончарова, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.